Друзья, добрый вечер! Это вновь программа «Соседский Wi-Fi» в нашем старом составе. Летом у нас тут девчонки зажигали, зажигали, загорали, летние всякие темы обсуждались со своими гостями. Ну а мы сегодня обсуждаем самую главную тему прошедших выходных, прошедшего летнего и уже осеннего теперь сезона. Это выборы городской думы. Поэтому начинаем, а вы присоединяйтесь к «Соседскому Wi-Fi». Поехали! Да, я искренне поздравляю. Спасибо. Все же я наконец стоял, все закончилось, завершилось. Выдохнул или наоборот? Да, выдохнул. Крау! Еще пять лет! На самом деле, нет, мандража не было, все было спокойно, тихо, мирно. Ну, по крайней мере, у меня на округе, да, с моими оппонентами. Но это не на всех, да? На многих прямо напряженник. Я хочу, конечно, выразить большую благодарность Александру Четырёву, начальнику отдела общежитий в НЕФ, моему оппоненту в основном от партии «Единая Россия», за честные, красивые, без всякой грязи и поливания друг друга. А в чем красивый выбор? Борьба. Хорошая, нормальная борьба. Все кандидаты у меня были на участке, то есть это и от «Единой России», от КПРФ, от ЛДПР, я, соответственно. И самовыдвиженец был. То есть доступ был максимально каждому. И никто не занимался, условно говоря, грязью, ни снятием кандидатов, ни с сильным описанием жалоб. Царила, так скажем, позитивная атмосфера. Поэтому я очень благодарен всем своим оппонентам. Ребята, вы молодцы. Ну уж извините, что придется мне теперь работать. Ну а как это выборы? Здесь только один. Если будет 20, то нельзя. Но давайте вот этих пятерых отметим. Ребята, вот они молодцы. Так что, друзья, наши дорогие телезрители, мы продолжаем. Я в том же качестве депутата Городской думы буду знакомить вас. Как уже седьмого? Да, уже седьмого созыва. Для меня это второй созыв. Саша, как у тебя прошло? Все хорошо. Тоже достаточно, наверное, такая... Ну, может быть, какая-то напряженка между некоторыми там оппонентами все-таки была. Не без этого, да? Хотя у тебя вроде все спокойно. Но подсчет голосов там, да, для меня это вообще впервые. А ты первый раз участвовал? Да, я первый раз вообще видел изнутри. То есть до этого я приходил, галочку ставил и уходил. А то, что там дальше проходило, и это действительно у всего, скажем так, всей комиссии. Это тяжелая работа, да, там, особенно подсчет, когда любое, там, я не знаю, ну, бумажку там случайно две заберешь, чтобы еще с количеством не сошлось. Это позаново каждую стопку перебирать. Да, 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 считать. И вот эти человеческие факторы, да, когда вроде бы все пофамильно, но все равно кто-то один-то, ну, бывает за это, залетит, скажем так, скажем, да? Залетный бигутип. Да, но когда пересчет, все равно же их пересматривают, что это всем показывают. Для меня было, наверное, ну, неудивление. Я знал, что многие снимают процесс, да, что мы, я так понимаю, спаривать, да, какие-то моменты. Реально просто хорошая комиссия, профессионалы, вот честно скажу, что... Мне кажется, им прям отдельно молодцы, да? Да, я хочу сказать, что вообще все комиссии молодцы. Ну, я про это говорю, что... Сейчас многие будут говорить про фальсификации, на самом деле, вот, что якобы может быть, да, и у нас еще появится здесь гость, да, с которым мы это обсудим, но я вам хочу сказать так. По моему личному опыту у нас в городе выборы не фальсифицируют, потому что люди ответственные, люди, понимающие меру ответственности за эти поступки, да, и нет необходимости, на самом деле, потому что, ну, да, есть перегибы на местах, да, но это не работа комиссии, это работа самих кандидатов. Как можно обмануть, и как вот ролики, да, были в интернете, где там целыми пачками запихивали... Нет, это не про нас, это не про нас. Я здесь не знаю, я вот посмотрел, вроде все, человек проголосовал, сложил, опустил, все, вроде достаточно. У меня курил... Тебе же достают эти же конверты, все показывают, все, вроде, чисто прозрачно. Да, тем более, на самом деле, если не один кандидат, условно говоря, да, и не технические вместе с ним идут, то обычно есть и наблюдатели, и члены комиссии с совещательным голосом, и когда, знаете, когда на комиссию смотрят шесть пар глаз там от разных кандидатов вместе с ними, и, условно говоря, все знают закон... Как на экзамене, да? Да, то там реально как на экзамене, то есть там не забалуешь, серьезно. Кстати говоря, количество испорченных бюллетеней – это признак доверия избирателей к проходящим выборам на участке. То есть если избиратель пришел на участок и не нашел своего кандидата, за кого он хотел бы реально проголосовать, то он испортит бюллетень. Понимаешь? То есть и на участке, где было, а мы будем говорить прямо, есть участки, где было безальтернативное голосование, и мы подпозже список победителей обсудим и поговорим об этом, там много испорченных бюллетеней. Но вот там, где реальная была борьба, реальная конкуренция, реальное представление интересов той или иной, условно говоря, партии, тех или иных взглядов политических, там мало испорченных бюллетеней. Более того, даже два бюллетеня, которые записали в испорченные, по моему настоянию, комиссия рассматривала отдельно голосованием своим. То есть признавать их или не признавать. Один был за меня, другой за моего оппонента. Почему их признали? Значит, в моем бюллетене знак, ну причем это даже скорее не знак, а какая-то… Галочки, красавчик. Нет, одно дело, что ты там слово какое-то писал, другое дело, там кто что только не рисовал в этих квадратиках. Обязательно в условии же галочка, да, была? Любой знак. А, любой? Любой знак, то есть хоть его полностью заштрихуй. Так, ладно. Значит, а там просто не то чтобы галочка, а такая, знаешь, как бы дрожащей рукой, несколько галочек. Ну, это может быть человек возраст прийти. Да, явно в мою пользу, условно говоря. То есть явно рядом со мной, да, он там это поставил, практически попал в квадратик. А второй бюллетень интереснее, который из-за моего оппонента. Да, значит, я был полностью зачеркнут по диагонали, вот там, ну, вы видели же, да, там полоска как бы отвозится отдельному кандидату. Вот я полностью вот так по диагонали был зачеркнут, а за моего оппонента галочка стояла. Ну, как бы выбор идентифицируется однозначно человека, да, но он вот как-то дополнительно, условно говоря, внес, да. То есть я против него. Да, вот он конкретно против меня, ну, как бы, я же не против, ну, окей, ладно, да, я не сто долларов. Ну, и к чему пришли? Комиссия проголосовала, что это действительно бюллетень, его учли за моего оппонента. В остальном, давай пробежимся, да, быстренько. Ну, да, для кого, если кто-то не знает, кому-то интересно, 70% у нас населения могли до сих пор не знать еще. Да, давайте пробежимся. Вот первый округ – это Ласточкин Василий Васильевич, выдвигался от «Единой России», работает в ДЭП, соответственно, дорожных спутового предприятия, генеральным директором. Горчакова Наталья Федоровна также выдвигалась от «Единой России», работает директором Саровского политехникума, командованием «Ев». Барабанов Сергей, также сотрудник «ВНЕФ» от «Единой России», Щербуха Денис, представляете, бизнес-сообщество, с моей точки зрения, но также шел в составе команды «ВНЕФ» от «Единой России». Старостя Николаевна, тут все понятно, «ВНЕФ» от «Единой России», Тихов Александр Васильевич, ну это вообще непотопляемый депутат. Вот сколько и знаю людей, которые живут, отзываются просто прям... Ну вот я про это говорю, он очень крепко в этом округе депутатствует. Он же свой. Да, он там, вот, хорошее слово, он свой, точно. Игорь Кузнецов шел как самовыдвиженец, сотрудник «ВНЕФ». Ну он как партия «Родина», понятно, здесь получается «Единая Россия» проиграла. Алексей Волгин также выдвигался от «Единой России» команды «ВНЕФ», также представляет бизнес. Павел Амеличев «Единая Россия» в «НЕФ», Алексей Городничев, самовыдвиженец, ну мы знаем, он в предыдущем созыве также был депутатом от партии «Родина». Антон Ульянов, заместитель председателя городской думы, также от команды «ВНЕФ» и «Единой России». Андрей Немчинов достаточно уверенно победил на округе у Сергея Смирнова, так как Сергей отказался от борьбы. Но, тем не менее, он сделал очень много дел, на самом деле, в своем округе. Ну вот, перебью, а вообще можно устать быть депутатом? Конечно, да. То есть, ну просто морально и не ценно. Да, я думаю, как раз Сергей именно, что и устал. Евгений Данченко, также «Единая Россия» команды «ВНЕФ». И вот 14-й округ Анатолий Пославский, первая неожиданность. Будем говорить так. И серьезная неожиданность. Я еще потом скажу свои умозаключения в целом по списку. Во всех выборах, во всех матчах, плей-офф, все равно должны быть какие-то неожиданности. Знаешь, я вот в самом начале избирательной кампании, когда только еще собирались, условно говоря, кандидаты, когда кто-то подавал документы, я говорю, шанс есть у всех. Вот у каждого есть шанс. То есть вопрос, как ты пройдешь, условно говоря, избирательную кампанию, дойдешь ли ты до дня голосования. Ну, понятно, через все эти суды, жалобы, борьбу, да, и вообще что-то новое о себе узнаешь. А реально некоторые узнавали о себе много нового. Так вот, 14-й округ Анатолий Пославский выиграл, самовыдвиженец, про которого я, честно говоря, ничего не знаю, кто он, что он. 15-й округ также преподнес, я считаю, преподнес сюрприз. Сюрприз в том, что впервые, значит, за 10 лет, последние два СССР, с 2010 по 2020 год, в городской думе города Сарова не было ни одного коммуниста, представителя партии КПРФ. Так вот, на 15-м округе выиграл Михаил Савин, значит, 30-летний молодой человек, представляющий коммунистическую партию Российской Федерации. И здесь я тебе хочу сказать, я анализировал 15-й округ отдельно в связи с теми событиями, что там сняли одного из основных кандидатов через суд, как раз из-за логотипа автомобиля, да, на фотографии. Да, я так понимаю, там еще был один кандидат, который тоже мог... И его тоже сняли. Да, ну, не знаю, там... Смысл в чем? Хорошо, давай так, на некий финальный момент, да, вот прям вот за пару дней до выборов... Насколько я слышал, там должна была быть настоящая типа, как, скажем так, заруба. Да. Если остались бы все прям вот до... И надо понимать, что это бывший округ Ивана Ивановича Ситникова, то есть, который его оставил, он уже сделал, видимо, все, что мог на нем сделать, да, и принял решение переместиться в Старый район. Вы считаете, сильное решение, да? Сильное решение, да. Но не многие решаются. Да, мы еще дойдем до этого и обсудим, как бы, результат Ситникова тоже интересен. И получается, как там, как, ну, словно говоря, сошлись, да, многие, кто бы мог и хотел поучаствовать, сильные кандидаты среди них. Это и Ольга Лагунова, представитель команды ВНЕФ «Единая Россия», это Ставин Михаил КПРФ. И третий кандидат, который был, и на которого я, честно скажу, я делал ставку на него, потому что он тяжеловес во всем смысле этого слова, это Вадим Шевчук. Потому что у него есть и опыт политической борьбы, он в прошлый раз проиграл буквально несколько голосов Куприку Сергея Петровича на Первом округе. Но, но Вадим занял пару дней до выборов, отозвал свою кандидатуру, значит, снялся с выборов по собственному желанию, и осталось всего два кандидата. И не член партии «Единая Россия» и его технический кандидат, член партии «Единая Россия» и член партии КПРФ, который никто не собирался сниматься. Финал. Финал, да, суперфинал, супербол. Вот, и серьезно, я, значит, вообще, я бы сделал ставку, то есть, вот, если бы был тотализатор какой-нибудь на эти выборы, я бы на Михаила сделал бы ставку. Но, реально, шансы были у него хорошие, плюс, как бы, сами личности кандидатов, да, сравнивались уже избирателями, и Михаил победил, я считаю, вполне заслуженно. Но он работает в Саровском политехнике преподавателем истории. Ну, посмотрим, первый раз за 10 лет, да, на ближайшие 5 у нас будет представитель КПРФ вот в городской думе. И я считаю, что это, в принципе, хорошо, потому что, ну, левые взгляды у нас в городе все-таки они есть, да, но не всегда их удается, условно говоря, представить нормальными, внятными кандидатами. Ну, ладно, побежали дальше по списку, значит, чуть меньше половины прошли. Бабушкин Олег, Единая Россия, значит, команда ВНЕФ, вот, Андрей Пыршев, Единая Россия, обеспечение ВНЕФ, соответственно, Андрей Клич, действующий депутат на округе 18, ВНЕФ, Единая Россия. И на 19-м округе главная интрига и главное разочарование всей избирательной кампании проигрывает Сергей Жижин, проигрывается ему визави с прошлых выборов, которого он выиграл в прошлые выборы. Вот, в этот раз он проигрывает Дмитрию Авдееву, Дмитрий Авдеев, самовыдвиженец, работает он у себя, собственно говоря, в собственной клинике ветеринарной, да, также вот некоммерческую организацию возглавляет по помощи бездомным домашним животным. В принципе, так вообще. А можно оспаривать решение? Только через суд, но должны быть серьезные нарушения, они должны быть зафиксированы, понимаешь? То есть, просто так, что я не согласен, ну, тебе просто откажут. Ну, понятно, то есть, тут должны какие-то основания быть. Да. Ну, в общем, вот, 19-й округ, конечно, преподнес серьезный сюрприз. Дальше, Станислав Курчев, Единая Россия, значит, команда ВНЕФ, Александр Морозов заслуженно победил на 21-м округе также от Единой России, команда ВНЕФ. И вот на 22-м твой оппонент, если не сказать наоборот. Алексей Александров. Да, Алексей Александров, партия ЛДПР, значит, сотрудник РФИАС ВНЕФ. Ну, надо понимать, что, конечно, Алексей был, по сути, правой рукой Татьяны Владимировны Шестаковой, да, депутатом. То есть, он пять лет занимался, звали на этом. Да, он фактически, да, пять лет занимался этим округом лично сам, и, конечно, я тут тебе говорил, да, я не завидую, значит, такого оппонента иметь. И вот мы пришли к Ивану Ивановичу Ситникову, 23-й округ. Конечно, странное решение, казалось бы. Поменял округ, да, с нового района на старый, пришел, условно говоря, в чистое поле, да, но против него была серьезная кампания. Это против Ситникова, да. Или даже он был против команды ВНЕФ, да, и от «Единой России» там шел Евгений Осетров, достаточно амбициозный молодой человек, я его знаю только с лучшей стороны. Но, мне кажется, конечно, они не угадали ему с округом. И надо сказать, что тут, конечно, был еще один серьезный кандидат. Это Татьяна Владимировна Шестакова, который фактически в подножку уходящего трамвая впрыгнул, да, на этот округ. И, по сути, вся борьба шла между Ситниковым и Шестаковой. Вот, а Евгений Осетров занял заслуженное третье место в этой борьбе. Ну, и, значит, 24-й округ, опять же, где был снят один из основных кандидатов, действующих депутатов на тот момент. Выигрывает, значит, учитель пятой школы, учитель физики пятой школы, да, вот. Евгений Ваганов, также представитель команды ВНЕФ. Ну, здесь все ожидаемо, потому что уже безальтернативно было. Все понятно. Дальше, значит, Женя Михеев, 25-й округ. Ну, здесь тоже, я так скажу. А вот 26-й, как раз, куда, собственно говоря, перебежал Щипалкин. Вот, от команды ВНЕФ там шла Наталья Колповская, директор школы искусств, номер два, по-моему. Ну, в общем, муниципальный директор, будем говорить так. И, тем не менее, проиграв праймерис, выдвигался Алексей Ковтун, действующий депутат. Он, собственно говоря, и победил. Ну, в противниках у него еще был Дмитрий Щипалкин, также действующий депутат, но с другого округа. Вот, победил Алексей Ковтун, как сам выдвиженец. Вот, но работает он во ВНЕФ, поэтому я не думаю, что какие-то сюрпризы тут возможны в дальнейшем, да. Нона Левина, 27-й округ, также безальтернативный от Единой России и команды ВНЕФ. Алексей Подсизерцев, мы с тобой вот обсуждали сегодня, да, там, буквально на волоске, да, там, в какие-то, в два десятка голосов. Обыграл коммуниста, также команды ВНЕФ, Единая Россия, с чем я его поздравляю. Алексей действительно хороший был кандидат, и мы с ним давно знакомы. 29-й округ, я тут как представитель партии ЛДПР. Ну, в самом начале обсудили, и оппонентов, да, всем? Да, то есть мы это все обсудили, да. Андрей Крот, 30-й округ, также безоговорочная победа, достаточно серьезная. Наш сотрудник, да, тоже действующий депутат. Против него выдвигалась Екатерина Опенова, наш корреспондент, исполняющая обязанности главного редактора сейчас. Ничего себе, Влад, все на одинок? Да, заняла, нет, почему, но она на соседней. Ну, я абсолютно, да. Опять же, да, тоже был интерес того, что можно было бы объединить усилия двух округов, да, для того, чтобы реализовывать различные дополнительные проекты. 31-й округ Маслов, Владимир Кириллович, вполне обосново заслуженно. Против него шел наш кандидат от ЛДПР, психолог молодежного центра Андрюха Кочкин. А я думал, как самодвиженец? Нет, он шел от партии ЛДПР. Вот Андрей Тимурович Кочкин. Андрей Тимурович, да. 32-й округ и здесь, конечно, тоже были проблемы, да, после того, как Наталья Анатольевна Тимченко не захотела больше выдвигаться, да, в депутаты. По сути, у нее освободился округ, да, выдвигалась. Светлана Чижикова, я ее очень хорошо знаю, это хороший человек, да, это профсоюзный лидер, да, руководитель молодежной комиссии при правковине. Осан Михайлович Тихонов против студентки второй курса мы с тобой обсудили, тут как бы тоже глава города. Но сильно нас древназрушили или все-таки? Да, ну ты думаешь, да. Ну и, конечно, 34-й округ также, я считаю, преподнес в каком-то смысле, была неопределенность некая, да. Против действующего депутата Станислава Власова выдвигался предприниматель Виталий Зюкин, да, ну вот в составе команды в НЕФ и проиграл. То есть Станислав Власов снова стал депутатом на будущий срок, второй созыв. Вот такой вот, в общем, результат, дорогие друзья. Хочу сказать, что, конечно, Единая Россия взяла здесь большинство, 24 мандата, значит, 1 КПРФ, 2 ЛДПР. И, по сути, это все остальные самодвиженцы, 8 человек. В общем, вот такое у нас будет теперь распределение в городской думе. Друзья, к нам присоединился Антон Ульянов, заместитель председателя городской думы. Депутат. Депутат городской думы седьмого созыва. Седьмого созыва. Антон, мы тебя поздравляем. Спасибо, спасибо. Не только мы, наверное, но и вы, да, избиратели. Антон, какой результат у тебя? Я просто цифр никого не видел, еще не знаю. Две полоски. Результат более 500 голосов избирателей. О, это хороший результат. Более 500 избирателей, да, проголосовали. Если учесть, наверное, явку в среднем тысяча, да, наверное? Нет, явка была около 750 человек. На моем уровне 70 процентов. Явка около 35-36 процентов от общего числа избирателей. И где-то около 70 процентов отдали голоса за меня. Ну что ж, хорошая, убедительная победа. Но ты, как один из лидеров, да, во-первых, руководитель фракции Единой России в шестом созыве, да, и мы тебя позвали, чтобы обсудить на самом деле результаты и как ты смотришь на эти результаты. Потому что вот мы говорили прямо перед перерывом, 24 депутата от партии Единой России, выдвинутых от партии Единой России, победили в своих округах. Соответственно, это, ну как у нас, знаете, говорят в Госдуме, да, конституционное большинство. То есть нужно на самом деле 23 депутата для принятия, ну каких-то уставных решений, будем говорить, да, которые требуются с точки зрения устава. Как вообще оцениваешь вот этот результат? Результат вполне приемлемый, хотя, конечно, в Думе шестого созыва членов партии Единой России или фракции Единой России было больше. Тем не менее, меня этот результат сильно не расстраивает с точки зрения принятия решений. У нас появился представитель Коммунистической партии Российской Федерации. У нас сохранили два мандата. Да, это мы все уже обсудили. Да, да, да. Это хорошо. Это хорошо, когда есть разные мнения и когда разные мнения будут представлены. Меня ведь на самом деле другое смутило. По результатам этих выборов я увидел, что и на моем округе, и на других округах очень мощное было протестное голосование. Мы видим это в количестве испорченных бюллетеней, мы видим в том, как голосовали за кандидатов, ну таких, как говорят, кандидаты-спойлеры. Технические кандидаты. Технические кандидаты, может быть, да, которые не работали в округах. Может быть, они заявились на выборы, но не работали в округах. Но за них голосовало достаточно большое количество людей. Хорошо. По результату, я так понимаю, что все-таки большинство это и сотрудники ВНЕФ, и члены партии «Единая Россия». Некоторые, кстати говоря, не будучи членами партии «Единая Россия», также представляют градообразующие предприятия. Например, Игорь Кузнецов, Алексей Городничев, также Алексей Александров, сотрудник ВНЕФ. Все-таки какой, я так понимаю, работать можно, то есть это не совсем уж, условно говоря, да, лебедь, рак и щука, я имею в виду, да, по составу. Вот, но вопрос, какие цели мы можем для себя поставить на пять лет вперед? Вот действительно, Петр, ты говорил о меморандуме, и это уникальный документ, которого, ну, по крайней мере, мы не знаем, что такой документ существует в каких-то городах, где вот, ну, как мы будем говорить, моногород, где есть крупное градообразующее предприятие, которое составляет большую часть экономики территории. Таких документов нет. И два меморандума отработало. Сегодня пошла работа над третьим меморандумом. И мы вот в завершении уже шестого созыва, давая пас будущим депутатам седьмого созыва, провели уже три встречи по трем разным направлениям. Это комфортная городская среда и строительство, развитие города, в том числе и жилищное. Это медицина. Ну, и вообще здоровье и благополучие граждан. То есть это все, что касается спорта, здорового образа жизни. И третья тематика была посвящена труду и предпринимательству. Есть еще три темы, которые предполагается затронуть в новом меморандуме. Это цифровизация. Это вообще развитие личности, развитие сообществ городских. Еще одна важная тема, на мой взгляд. Это как раз то, о чем я говорил в начале. Мы должны развивать вот это общество, гражданское ли его называть, общество. Но вообще взаимодействие людей внутри города, внутри разных городских структур. Это очень важно. Будет ли он где-то опубликован, да? И могут ли сейчас люди давать свои какие-то предложения? Потому что я уверен, что, конечно, не про лавочки и не про песочницы, да? Но про какие-то действительно ключевые, концептуальные вещи для города. То, о чем ты говоришь, о сообществе. Готовы ли они сейчас предложить? И есть ли какая-то площадка для обсуждения этого? Да, мы давали на заседаниях комитетов, давали телефон в городской думе 99078 и просили, значит, свои предложения в устной форме давать, делая звонок на данный телефон, либо через сайт городской думы мы собираем эти предложения. И мне вот видится, что чем больше людей будет вовлечено сбор этих предложений, тем будет лучше. Пусть это будут какие-то самые, может быть, смелые, такие амбициозные какие-то вещи, о которых мы будем говорить. Но кто знает, сегодня мы живем в тех реалиях, в которых живем, но завтра могут появляться новые возможности, и мы должны быть готовы к этим возможностям. Вызовы и возможности, да? Да, всегда должен быть некий перспективный план, что будем делать завтра, а вдруг Саров станет в федеральной территории. А вдруг мы... Ну, не вдруг, я думаю, это уже практически решенный вопрос. Да. Мы же поправки Конституции не просто так приняли. Я думаю, что Саров станет в федеральной территории. Вопрос, какие последуют за этим шаги. Мы понимаем, что сегодня... Что мы приобретем, а что потеряем. Да, что приобретем и потеряем. Мы понимаем, что сегодня вообще все, наверное, местные самоуправления, то есть города, значит, какие-то небольшие населенные пункты, они живут в условиях бюджетной недофинансированности. Это естественно. Да. Это неестественно. Нет, это неестественно. Да. Я не прав. Это совершенно неестественно. Это неестественно. Но так сложился, условно говоря, федеральное законодательство. Мы зажаты в эти рамки, когда местное самоуправление, по сути, высасывается. Да, высасывается. Денег не хватает ни на что. Вот там, ну, в рамках этой кампании предвыборной, ну, сколько мы все наслушались на тему, например, там, куда делись в Саровской дороге. Еще года два назад нам руководитель департамента городского хозяйства Сергей Лобанов говорил, у нас недоремонт на 200 с лишним миллионов рублей. А сколько у нас бюджет развития? Вот я имею в виду те деньги, которые остаются после всего того, что мы должны сделать, ну, обязательно. Выплатить зарплаты там, заплатить за электроэнергию коммунальные там школы, детские сады. Сколько остается? Ну, несколько сот миллионов рублей. А еще надо что-то построить. А еще надо построить, где-то отремонтировать текущие крыши. Может быть, кстати говоря, федеральная территория, это такое решение, достаточно элегантное и принятое на самом верху, где, ну, давайте в налоговый кодекс внесем. Давайте скажем, что все налоги наши. Ну, все налоги это будет лихо, конечно. Но это уже было, через это уже проходили, и, конечно... Может, неправильно преподнесли? Нет, преподнесли хорошо. И, кстати, он имеет в виду это 90-е годы, инвест-зону. Инвест-зону, конечно. Я думаю, уже кто-то просто стал говорить, давайте сделаем налоги, все наши. И неправильно понял, они думали, вот, двух человек, которые сидят на заднем ряду, наши. Конечно, забирайте свои дороги, а денег не надо, не дам. На самом деле, смотри, в инвест-зоне было реально и развитие жилищного строительства, и развитие дорожного строительства. Многие улицы были перекрыты. Я думаю, наши телезрители помнят это время, да? Когда там просто полностью перекладывалось все магистрали фактически. Тогда, да, удалось очень много сделать. И за счет тех, сделанных тогда многих вещей, мы сегодня еще чувствуем себя неплохо. С точки зрения инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. То есть мы пожинаем до сих пор плоды вот тех вложений, которые тогда были сделаны. Но все течет, все меняется, и все стареет. Хорошо, госкорпорация здесь на нашей стороне? Без сомнения. Госкорпорация, конечно, на нашей стороне. И тут даже нет никаких вопросов, потому что, ну, элементарно она в этом заинтересована. Она заинтересована в том, чтобы территории, где есть значимые, да и незначимые любые предприятия госкорпорации, процветали. Имеется в виду, сегодня ведь молодой специалист, он не обязательно приходит за хорошей зарплатой, за интересной работой. Интересной работы и хорошей зарплаты очень много везде. Мир сегодня открытый, и можно иметь хорошую зарплату и интересную работу вообще не выходя из дома, делать это дистанционно, удаленно. Вот. Сегодня молодые специалисты хотят жить в комфортной городской среде. Они хотят, чтобы их дети учились в хороших школах, чтобы они могли легко, беззаботно получать медицинское обслуживание. То есть они хотят жить в таких городах, в которых уютно, в которых... И современные. И современных городах, конечно. Конечно, как привлекать в госкорпорацию лучшие кадры. Только, не только зарплаты, не только работы, все это есть, несомненно, сегодня в ядерном центре. Но и создавать городскую вот эту среду в широком понимании этого слова, создавать ее, улучшать и делать ее максимально современной. Друзья, ну, это все результаты прошедших выборов, выборов депутатов городской думы. Значит, новый состав, новые цели, задачи, серьезные вызовы. Амгрейд. Да, серьезный вызов. Федеральная территория, я считаю, это будет серьезный для нас новый опыт. Это не просто местное самоуправление уже будет. Ну, а мы с вами прощаемся. Увидимся снова в передаче «Соседский Wi-Fi». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Еще раз поздравляем всех победителей на округах. В том числе и вас, уважаемый. Спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Спасибо. 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 Спасибо.